Боже, милостью будь ко мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, святы Божьи, святы Крепки, святы Бессмертные, помилуй нас. Святы Божьи, святы Крепки, святы Бессмертные, помилуй нас. Слава Тебе, святы Крепки, святы Бессмертные, помилуй нас. Слава Тебе, святому Духу, иныне всегда и в веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посетители немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда и во веки веков, аминь. Отче наш, сущий на небесах, освети свое имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, лех наш, на сущный даре, неси день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас, облекал век, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки, аминь. Восстан после сна мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, Свят, Святый Бодий, молитвами, Богородицы, помилуй, Бог, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна, ты поднял меня, Господи, ум мой просвети из сердца, и открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Товица. Свят, Свят, Святый Бодий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И не навсегда и во веки веков, помилуй. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится, он со страхом воскликнет в помощь. Свят, Свят, Святый Бодий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господь, помилуй, Господь, помилуй, Господь, помилуй. Господь, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне навсегда и во веки веков, помилуй. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Товица, что по великой Твоей милости и долгой терпели Ты, Боже, не прогнился на меня, любивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящую, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославив могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне, поучая со словом Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою стану, и чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воскрывать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне навсегда и во веки веков, помилуй. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день и снит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. О, Всевышний, когда я в страхе на тебя уповаю, в Боге восполю я Слово Его, на Бога уповаю. Не боюсь, что сделает мне плоть всякий день. Извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими питаниями, чтобы уловить душу мою. Неужели они избеднут воздаяния за неправду свою? Во гневе не сложи, Боже, народы, у тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твои? Враги мои обращаются назад, когда я называю тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю и не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, одеты тебе. Тебе воздам хвалы. Ибо ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, да и ноги мои от предкновения, чтобы я ходил прежде всем Божиим во свет и живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ибо на тебя уповает душа моя. И в пины крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня. Посрамит ищущего, поглотит меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди двух. Я лежу среди дышащих пламенем среди свинов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий. И пал всею землею. И на всей землею да будет слава твоя. Приготовили сеть нога моим. Душа моя поникла. Выкопали предо мной яму. И сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, но буду их и славить. Воспрямь слава моя. Воспрямь псалки и гусли. Я встану в раме. Буду славить тебя, Господи, международами. Буду воспевать тебя, садить при нем. Ибо до небес велика милость твоя. И до облаков истина твоя. Будь превознесен выше небес Божий. И на всей землею да будет слава твоя. Подлинно ли правду говорите вы судьи. И справедливо судите сами человечество. Беззаконие составляете в сердце. Кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступить нечестиво. От утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, Который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя. Голоса заклинателя. Самого искусного заклинания. Боже, сокруши зубы их в уста. Разбей, Господи, челюсти двум. Да исчезнут, как вода протекающая. Тогда напрягут стрелы. Пусть они будут, как переномленные. Да исчезнут, как распускающаяся улика. Да не видят солнца, как выкидят женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящие тем. И свежая, и обгоревшая она разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмещение. Омоет стопы свои в крови на чистивую. И скажет человек, подлинно есть плод праведнику. Итак. Есть Бог, судящий на земле. Слава Отцу Иисусу Святому Богу. Милый всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою, избавь меня от зла. И пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мои недостойные уста. И восхвалить Святое Имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа. Милый всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллахатамая, посреди ночи приношу Тебе песни Спаси. Преподай К стопам Твою и взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжатином для вновь. Добровольно распявшихся. Скоро подними меня бескрытия лежащего. И спасти меня стоящего притовуя на молитве. После сна ночного, пошли мне ясный без грехов на дел гости. Божий. И спаси меня. Владыка, человеколюбче. Встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в царство Твое вечное. Ты мой Творец, и источник, и податель всякого блага. Для Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу. Ныне и всегда, и во веки веков в мире. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Твоему в прошедшее время этой ночи, провести без напасти и всякого блага зла. Ты сам благотворит Всего Сущего. Застой меня, преследи Твоей истинно, посвященным сердцем исполняйте волю Твою. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесах, небесных живущих, обирающих долг земные, наблюдающих сердца и помыслы, ясно видающих тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет ветеранного места на своем пути. Ты сам, бессмертный сад, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего творения и нечистых уст. Господи, прости нам предмешение наше совершенное нам дело, словом и мыслью, вольно и невольно, очисти нас от всякой нечистоты плоти и Духа, и дай нас бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия народного Твоего Сына, Господа Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судье придет, со славой воздать каждому по делам Его, он найдет у нас не лежащими, не сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, готовыми войти с Ним в радость и божественный черток славы Его, и непрестальные, голоса поджествующие, и невыразимая радость, и божественный черток, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Терева Его, и ты истинный свет, просвещающий, освящающий весь мир, и Тебя воскрывает все творение в веки вечны. Аминь. Святый Ангел, поставь неблюсти мою бедную душу несчастную, ведь не оставь меня грешного, и не отступит меня за невоздержанность мою, не дай возможности сломать делом, и починить меня себя посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, сопрони меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не проделать Бога, никаким грехом, не молись за меня, Господу, чтобы он отвердил меня в страхе своем, стадел меня рабом, достойным своей милосты. Аминь. Просвятая Можица, Моя Богородица, святыми Твоими, всесильными мольбами, отгоня от меня ничтожного, несчастного, арабатывая его, уныния, забвения, неразумия, неродения и все скверные, лукавые, хуйные помышления, токаянного моего сердца, поморченного ума моего, погаси пламя страстимое, токаянное счастье, слава. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, ныберений, освободя всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна всех родов Твоего причистое и славе Всего веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Андрея, Сергия, Илья. Мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Паси, Господи, людей Твоих, благослови и принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы Христа Твоей в Церковь Твоей. Паси, Господи, помилуй. Отца моего духовного Игнатия, башечки Акима, родителей, братьев, сестер, родственников, отначальников благодетеля, всех ближних моих, друзей, всех православных христиан, подавь Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твои, посети их, укрепи их. Силы Твои даруй им здравие, спасение души об этой благе и любящей людей. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все их грехи, вольные и невольные, и дарь им царственных местностей, святыми и упокоя Христиан, души рабов Твоих, правов Твоих, отцов и братьев наших, там где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Слава от Своего Сына и Святого Духа. И ныне всегда и ловит веков, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Прочистой Твоей Матери, преподобного Богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Молитву, сигналь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Савао, вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Слава Высши Богу на земле, мир в человеках благоволения, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Приснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоей. Господи, благодарю Тебя на Твое долготерпение и милосердие. Сохрани наше сокровище, книги здесь и в пути, свидетельствующие о любви Твоей. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою. Прошу Тебя, не покинясь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарствуй, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель бедности. Имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. Никому не завидовать, никогда не роптать. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Аллилуйя. И не страшись царей и начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы. Но и обличать. Аллилуйя. Моли Бога о нас. Святитель Христов Никола. Мирбекистский чудотворец. Образ кротости, воздержания. Добрый архипастырь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе. Спасти нас и помилуй, защити. Молите Бога на святые пророки Божии. Пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Языки, Иеруси, Иаир, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Днапан, Данил, Отрехи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, вся небесная сила к престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да даруй Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Политарм, Сминский, Усинский, Лосовка, Смай, Демьян, Андрей, Стартилат и Иерон, мученик, Клемент Римский, Клемент Анкирский, Анфимник, Эмидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, Борис, Лев. Да укрепит Господь народ свой, да бы никто не принял начертания, зверя, Анфиму, Вениамину, дай веру и устарши родителей, заложенные в воспитании. Аллилуйя, молите Бога о нас. Поселий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Крем Сирин, Антоний Макарий, Антоний Пеодосий, Корнильев, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Хроштадский, Ян Шанхайский, Кирилл Лихмудий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Сохранит нас Господь в святой православной вере, о замысле еретиков и учении их развеясь пепели Господи, дабы и праха от него не осталось. Аллилуйя, молите Бога о нас, святые жены и девы, пекла первомущеница, Патина Самаренина Феврония, вера, надежда, любовь, матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепикую, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроник Юни, Киприяна Иустина, дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливое с женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Почти Господи помилуй, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида Тихона, Антония, священная Рея, Акима Павла, Геннадия, Сергия Сергеевича, Девасилия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авроси, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея Владимира, Максима, и весь священнический, иноческий чин. Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, и высших священнических служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дай нам еще и священникам, если угодно тебе. Смири власть и воинство их под крепкую руку твою, наведи страх твоя на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Мужчина, ценить это мирное время, приготовь народ всех к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованное тобой. До сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и сохрани нас здесь селение наше от пожара, от ворот и чистой силы. Из живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Сергея, Алексея, Романа, Владимира, Никиту, Михаила. Выше добрые жители с детьми, сохрани школу, Господи Боже наш, сохрани нас от пожара, от ворот и чистой силы. Господи, не так уваждаемся мы там. Спасибо, помилые, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадых, Виктора, Сергея, Северстану, Людмилу, Нину, Абутину, Рашин, Тебело, Община, Диновая и Душа, всех побуди на благовестие. Спасибо, помилые, Дмитрия, Марину, Щадых, Валентина, Алексея, Валерья, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Леда, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Гордина, и с кем познакомились, кому возвестие слово истины, благослови их. Избавь, Господи, от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И возри на врагов, утиши их в лобу, закрой их лживо и устану всегда. Только для словословия да будут ответственно. И нас помилуй милости Твоей, а ради. В судный день не помяни их безумия и лжи. На истину Твою. Богослови, благодетели, Ильяма, Испаси. Евгений, Евгений, Наталья, Валентина, Сила. Аллилуйя. Посети болящих, дай им силу все перенести. Пошли им исцеление, как угодно тебе, Сергей, Алексей. Все Александру, Фаину, Марию, Валентину, Антонину, Игоря. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо все в свое время окажется на пользе. Аллилуйя. А день наше родство. Всех. Валентин, Едафей, Ирину, Тричану, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марью, Татьяну. Да будет это день, днем благословения, прославления Твоего Святого имени. И по Тебе, достоин непрестанной славы от всех созданий Твоих. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Тебе, Господи. Сохрани это место, где мы можем преклоняться пред Тобою. Наши сокровища, сайты, форумы, что здесь есть для пользы многих людей и трудящихся, благослови. Дмитрия Виктора, Боже с нами. Богащих Юрия, Зою. Найди, обрати. Аллилуйя. Путешествующий, корови, сраба. Отступников, найди, обрати Михаила, Николая, Александра. И всех их останови на этом пути отступления от церкви. Ибо вне церкви нет спасения. Так ты и зерек. Ибо в церковь есть тело Твое. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина. Александра Германова, Юрия Свекланова, Бажда. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, Малосвятный Создатель. Несенний Павел. Нас, предстоящих пред Тобою. Бесправь непослушание. Галина, семейство и Евгений. Надежда, надежда, слепана, Марина, Радисовна. Юлия, Елена. Людмила, Галина и Иоанна. Хвала Тебе, Милосердная. Слава Тебе, Добрый, Терпеливый. Примя нашу молитву о зеянии рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед Крестовым благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Владыка, слушайте, да слышит, Рад Тебе. Доброе утро всем. Как всегда на молитве, мы немножко то, что тут еще узнать хотим. Что содействует молитве нашей. Это вот о дисциплине мы рассуждали. Сейчас еще немного поговорим. Сегодня день может даже необычный быть. Мне столько накидались ссылок. То ли из-за того, что я объявил, что нас не будет учить 4 месяца и по скайпу. Ну, не выйду я просто, возможности нет. Тут-то и то барахлит так. Такие вопросы мы кидали сегодня. По каждому вопросу. Вот кто задает, он бы вышел. То сегодня по скайпу я бы мог объяснить. Речь идет о вселенском масштабе греха. И как в этом запутались даже те, кто канонизирован. Такие вопросы с разных сторон одновременно пошли. То есть люди думают об этом. Тем более называют концепции о спасении. Там Антония Храповицкого, Сергия Строгородского ищут все. И почему их интересует мое мнение. Как будто бы люди все ожидают мое мнение. А кто я такой? Не образования нет такого, ничего нет. Ну, а как вы почему-то да сказали не так, ни с кем не согласны. Вот такие вопросы-то люди. Я публикую, это малая часть. Вот пришло запросов, вопросов. Сразу только кто-то благодарит, кто-то что-то. 450 примерно. Но я едва отвечаю на три. Вот как потеряевку первый год. Когда узнали потеряевка есть. Получили запросы. Полторы тысячи. Ответили четырем. Приехали трое, остался один. Вот такой расклад. А как вы узнаете? Как это вот? Почему вы решили, что вы правы, а он не прав? Да я не решал ничего. Это Бог решал. Почему? Нападает на меня там Кузбасская, епархия, там какие-то. Я их называю манкурты. Или потрясшая кодла просто ему. Показали, а то его собака. И он хватает и дальше. Он ничего не знает. А почему не отвечаете? А зачем отвечать? У меня в материалах все сказано. Он не хочет читать. Зачем я буду одно и то же повторять? И почему мой ответ должен быть другим, каким он был вчера? Когда я сказал об этом, что обратившись к Богу 55 лет назад, я остаюсь в той же паре. То есть то, что открыто о Боге было. Так это плохо, что вы не меняетесь. Но твои рассуждения плохо. У меня хорошо. Я говорю в главном. Учение о Троице, что церковь православная истинная. И у меня нет изменений. Никаких. Почему? Потому что ежедневно я проверяю себя согласно Слову Божьего. Ну все считают псалтырь-то. Ну ты считал такое, что Псалом 118-й, 164-й стих Семикратно в день проставляю тебя за суды правды твоей. Ну да. Я еще не встретил верующего, который бы не считал это. Ну имеется ввиду, кто Библию в руках держал. И не встретил ни одного, кто бы исполнял это. Я отсюда делаю вывод, какая важность. Какая. Вот мы с братом Сергеем Кубковым поехали где-то. Ну ездили. Значит у меня ритм мне уже изменился. Я возвращаюсь, и поэтому мои дела все откладываются. Почему? Потому что я еще ни разу не становился на молитву. Ни разу. В этот день. А показываю просто. Потому что мы ездили. И теперь у меня вместо того, чтобы было через час, через 20 минут на молитву. Я опытом делюсь. Сказать нельзя, хвалишься. То есть я понимаю, кто это все говорит. Это не они говорят. Это кто-то залез в рот. И когда кричали, садись с креста, уверен в тебя. А зато он говорит, это не люди кричали. Это дьявол кричал. А губы, язык, зубы, рот человеческие были. Через глотку людей. Он вошел в них, дух лжи. А никто этого не видел. Пророк Михей, сын Емла, я только это видел. И вот сегодня, сейчас, как только молитвенную помощь, дисциплине, я закончу. И сразу будет событие дня. В этих событиях дня я немного отвечу. Немного. Я не знаю, этих людей найду. Нет, кто вопроса задает-то. У меня и времени нет писать. Тогда подробно можно было бы ответить по скайпу. Мне писать некогда. Если я пишу 10 минут печатаю, то 15 надо управлять ошибки. Почему? Потому что я слишком много печатал на машине Украины. Там два или пять было, забыл. И вот у нее просто клавиатура другого размера. У меня пальцы хватает две. Они другой наклон имеют. Там уже разработана кисть, чтобы она шевелилась. Вот так вот кисть. А тут наоборот, ты кадаешь кнопочки, и уже буквы идут. Я не могу. Там я тысячи страниц печатал. А здесь одну страницу, бьюсь, бьюсь. И программа стоит уже, что говори, и сразу печатает со слова, со звука. Тоже управлять надо. Она несовершенна еще, но уже хорошая. И вот здесь, чтобы ответить, так наоборот, сидели, обдумали, места писания приводили. Вот как раз мне этого и делать-то некогда. Некогда. Я отвечаю, как говорят, спонтанно, экспромтом. Я тоже этого не знаю. То есть я нахожусь в молитвенном состоянии, молюсь об этом, как Ниемия. И царь напугал его, что у тебя пища на сердце, ты не болен. Он говорит, я помолился. Вы читаете книгу Ниемия, вторая глава. Где он помолился-то? Когда вокруг стоят вельможи, а он иудей. Кто знает, как молиться? И как бы он помолился? Никак. Он только сказал, вот тут наступил ответ на те мои семь молитв, которые я днем. Моление этих, видимо, все это. Теперь ответь. И Бог ответил. Бог отвечает через него и одновременно трогает сердце царя и царицы. И вот отпускает их на свободу навсегда. Навсегда отпускать. Вы понимаете, что такое, когда друг, близкий, и его друг нету. Вот у меня был такой человек. Я все это с одного на другое перескакиваю, как дядь щукарь, но чтобы захватить все. И вот он вел все. Все записи, магнитопон. Он такой талант был у него. По любой технике. Отец Гавриила нашего речкинула. Отец. И вот я был в лагере, и вдруг приезжает сестра Валентина Ковалева и говорит, Алеша помер. Он пил. Не знаю, 36 лет ему было или не было. Вот. Пил. Недопитая бутылка осталась. Жена его ходит. У меня Надежда Васильевна часто появляется. Я ее знаю. А муж уже настолько разница большая, как будто они ни одного дня не были. И она ничего не научилась. А у нее нечего ее брать было. Но у ней Бог дал родить двух детей. Вот. Сколько еще было, не знаю. Вот такое дело. И вот его, когда объявили мне, нет его, Леша, у меня такая боль появилась. Душевная. Как будто зуб выпал или что-то еще вырвали. Без него не было бы магнитофонизации. Не было бы насчитано столько, 50 книг почти. Распространение материалов Златоуса, 12 томов, Житие, 12 томов, в аудио, в аудио. И распространить по всему Советскому Союзу, по республикам, везде. Этого невозможно было сделать. Он сделал так, что одной кнопкой все там 15 магнитофонов включаются и выключаются одной кнопкой. На скорости на какой? То есть, как вот слушать и как записывать? То слушать в 8 раз дольше, чем запись. В 8, да еще, если даже в 10 умножить, в 80 раз. Насколько магнитофонов. И вдруг его нету. Вот я понимаю, какая боль была у отца, когда сын, блудный сын, ушел из дому. И когда Ян говорит, для меня им больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. А отсюда и нет больше печали, когда видеть, что тот, кого ты духовно родил, он уходит. Только некоторые есть. Когда вот у нас бывает, из общин кто-то уходит, на меня смотрят и, я скажу, какие у него переживания. Я не могу сказать. У меня есть стихотворение, где-то потерянное там было. Чугунеет у меня все. Я с колен не встаю. И слезы, столько слез, что у меня наступает обезвоживание организма. Это невозможно сделать самому. Нет. В церковной ограде, говорит, нередко видели, что стоял Игнатий после беседы с настоятельным. И часами плакал в церковной ограде. Это Божий дар. И как я тебе объясню, что такое вот эти слезы о падшей душе, если ты не испытал? Ну никак. Человек на севере живущий, никогда винограда не вкушавший гранатовых яблок, что он может узнать? Как ему вкус объяснить? Сказать, похожее на рыбу на какую-то, или на белугу, или на печень медведя? Ну, конечно, не так. А тем более слепому объяснять. Объяснять через звуковое или как-то. Это все настолько надумано будет, хотя и приближенно близко. Когда настроение проще, музыканты и композиторы пытаются выразить, как весна, капли капают, как они звук какой издают, как пастух поет на рожке. Ну такое есть где. И вот здесь также рассуждение. Рассуждают богословы, там Балугаков перебирают. Я-то все это пересчитал. Пересчитал, может, не на один раз. Как-то посчитали, что за время, в как я обратился, минимум 10 университетов можно было окончить по времени, которое я потратил на изучение святых отцов, мировой литературы, толкования. Не менее. По времени. По времени. И поэтому, когда отвечаю, то я просто не знаю, человек примет, нет, если у него нет авторитета Слова Божия. В своих книгах попутно скажу. Сколько лет уже Корану? В священной книге мусульман. Тысячу триста лет. Ну кто-нибудь ее разбирал всю, от корки до корки, по сурам и аятам, а то не главы и стихи. В сравнении с Библией. Нет, у меня книга вышла 18 том открытым оком. А кто-нибудь талмуд еврейский разбирал во свете Библии, это 12 томов. Нет, у меня опять я этим занялся, три тома у меня вышло открытым оком. 23, 24, 25. Понимаешь, а почему вы решились? Не могу, вот эти вопросы, я не знаю почему. Вдруг у меня появляется мысль такая, и она на молитве не уходит, высвечивается, и дальше я сажусь и пишу. А одно то, что у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. И черновики сохранены, и ни одной помарки нет, но ни один писатель-поэт не поверит. Их и стихами нельзя назвать. Но смысл заложен такой, что во всей мировой поэзии этого нет. Почему? Бог. Ну а хоть кому-то где-то как-то. По написанию, по легкости это Бальмонт, Константин Дмитриевич. Примерно я так вот сравниваю. А по глубине и по раскаянию, это Григорий Нарикольси, армянский поэт. Я примерно сравниваю, смотрю, со стороны. Я на одно стихотворение своим и признать-то не могу. Напротив каждой строчки место писания, откуда взято. И вот когда, с чего это ради занесло Андрея Кураева, обо мне перед аудиторией задавать вопрос. А кто самый известный, популярный, великий, знаменитый? Такие эпитеты собрал. Аудитория, это не знаю, современный миссионер-проповедник. И называет меня, и дальше объясняет. И особую любовь к Библии выявляет. Особый пиетет. Особый. А мне-то скидывают люди. Я бы не знал, что Андрей Кураев говорил, что я сам себя прославляю, что ли. Или в городе Болгар отец Владимир Головин. И вдруг он говорит, ему там интервью берут. И он перечисляет. То ему говорит, гордость к вам не подходит, что вот вы такой теперь знаменитый, вас знают за рубежом. А он простецкий мужик-то, его видно просто. И по речи его, и как он говорит, очень простой. Он говорит, я гордый, зачем мне гордиться-то? Есть люди, которые, ну даже я не сравниваю себя с ними, начинает Качев, Дмитрий Смирнов показывает дальше. Ну и перечисляет Алфеева, Иллариона, конечно, Патриарха. А потом сразу лицо у него преображается прямо и, знаете, я, ну, если сказать так вот он, и что говорит, я, может, такое слово маленько не так понял. Это интервью Алищин называется. Ответ на вопрос о тщеславии со второй минуты сороковой секунды. Это мне скинули. Ну и второе сейчас отдельно выделили. Вот у меня на экране это есть. Он говорит так, сразу преображается прямо в лице. Знаете, есть такой интересный проповедник. Он давно уже имеет место служения. Вот эти слова, может, неправильные даже. Ну такое, Лапкин Игнатий Тихонович. Своеобразный проповедник. Надо сказать, горячий такой. Но насколько он знает священное писание, насколько конкретно, он говорит и сразу четко. Вот такая-то книга библейская, такая-то глава, такой-то стих. Но когда сравниваешь себя с такими людьми, это он все говорит. А тебя, кстати, говорят, ну какая гордость, от чего она может прийти-то? Я попросил кого-то тут уже, чтобы мне дословно выслали в ворде, какое слово, может, я изменил. И подчеркивают все мое знание и любовь к Слову Божию. Ну а вы сами знаете, как знаете? Меня спрашивают-то, что другие-то вас видят, вы Библию наизусть знаете, ничего я не знаю. Отдельные стихи. Но в нужный момент, когда нужно, у меня как бы на экране появляется. Бывает, кто-то ведет политическое обозрение, они, заметьте, вперед смотрят, как мальчик гордей в Китае, не мигающим взглядом, что у них на экране там идет текст, который они читают. Текст. У меня как бы точно так же, как бы текст. Его нет текста. И сразу же, книга такая-то, стих такой-то. Я в церкви стою, когда богослужение идет. Два-три слова по-славянски, если вместе попали, у меня мгновенно всплывает, откуда это взято. А как это может быть? Вот этого я не знаю, как. Это не мое. Не знаю, я знаю, недороги тут сейчас будут лютовать, опять, что я сказал. Но все, которые обо мне говорят, они говорят, ну, из того, как им это видится. Я даже мог бы показать и другие люди тут. Каскун говорит, как. Даже есть у меня знакомый, лично он приезжал в Потеряевку. Был здесь, я его посещал в больнице. Вот, стеняя полег. Вот я показываю его, видео какое вот у него. Ему вопрос. Как относиться к проповедям православного миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина? На ютубе их огромное количество проповедей. Говорит Игнатий Тихонович всегда интересно, убедительно, живо. Постоянно цитирует священное писание. Но смущает несколько моментов. Первое. Постоянно подчеркивает невежество священников, нежелание учить народ и так далее. И второе. Говорит, что монахи нарушили заповедь спасителей идти и проповедать Евангелие, так как пошли в обратном направлении, в пустыни и в горы, а не в мир для проповеди. Отец Олег Синяев. Что я могу ответить? Игнатия Лапкина помню, как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета. Но давно, с советских времен, я его не видел. Поэтому ничего не могу сказать. Что он подчеркнул в знании писания? Учитывая, что в семинарии и академии у меня запрещаемые нет, докторских, никаких знаний нет у этих, то есть дипломов. И они все, я говорю-то о людях известных, которые есть. Патриарх Алексей Второй там лично запрашивал епископа Антония Масендища, какие отношения с Игнатием Лапкиным. Ведь они меня могли бы, как говорится, слопать с потрохами давно. Мои книги на исследования и Дворкину отдали в трех или в четырех, и Тульской, и Кузнецкой, Кемеровской епархии, центрские отделы, там монастырь Кабадесе, Киево-Пещерскую лавру отослали книги. Но за 15 лет можно было хотя бы слову вопреки сказать, никто, ни один, ни одного слова. И однажды даже попятился открыто Дворкин, когда ему сказали, да вы же ошибаетесь, Аладкин. Он тогда не знаю. И все это заснято. Заснято, то есть Иваводя записано, Михаилом Михайловичем Кальмаевым. Он ему там задавал. Я к чему это говорю? К тому, что сегодня на меня эти вопросы навалились. Зачем на меня-то? Ну задавайте там Ткачеву, которых вы знаете, известные, талантливые. Ну задавайте Андрею Кураеву. Почему туда-то они не задают эти вопросы? Я то, я ответ это я знаю. Хочу лишь, чтобы люди поработали. Почему? Кого спрашиваете-то? Недавно один. А что вы спрашиваете? Он печник. Да сторож. Я везде подчеркиваю, что я печник 40 лет. А мне до того смешно печник. Да ты без печника-то, да, лорогое, слов бы не сказал. Печи, хлеб пекут. Печи. От печи греются, от нее лещатся. В ней варят все. Я за одни печи не сотни, а тысячи благодарностей имею, когда среди зимы спасались замерзающие дети. А тебя-то кто знает? Печник это очень важно. Хорошо оплачиваемая работа, как у сварщика. Это я все попутно говорю. И вот сегодня, если Господь благословит, я буду отвечать немножко на этот вопрос, который мне задают. А сейчас пока по дисциплине. По дисциплине, какие у нас вывешены в коридоре, в прихожей или в притворе. Рассуждено, да не бывает, епископы и пресвитеры диакона, откупателями для ради корысти или управителями, и да не приобретают пропитание занятием бесчестным или презрительным. Ибо долженствует взирать на написанное, никто, воинствуя Богу, не обязуется куплями житейскими. Никакой военность не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Второе Тимофея 2.4. Это Карфагенское правило, собор Карфагенский, 19-е, я просчитал. Написано, отныне клирик да не определяется к двум церквам, ибо сие свойственно торговле и никому и низкому своей корыстию, и чуждо церковного обычая, ибо мы слышали от самого глаза Господня, что не может кто-либо двум господам работать. Либо одного возненавеет, а другого возлюбит, или одного держится, а другом же вознеродит. Матфея 6.24. Ну что тут, понятно вам нет? Того ради всяк, по апостольскому слову, в чем призван есть, в том должен пребывать и находиться при одной церкви. Ибо что для низкой корысти в церковных делах бывает, то становится чуждым Бога. Для потребности же всей жизни есть различные занятия, и сими, если кто пожелает, да, приобретает потребное до тела. Ибо апостол сказал, требованию моему и бывшим со мною послужили руки мои сии. И сие наблюдать всем в богоспасаемом граде, а в прочих местах, по недостатку в людях, допустить изъятие. То есть где мало там на два, на три прихода может быть один священник, до шести приходов изъятия. Это седьмой вселенский собор, пятнадцатое правило. Вторая десятина более или менее ее тратится на бедных, на нуждающихся. Одна это священнику в руки. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Третья десятина по желанию каждого. Расходы на жертву, на свящу, на илле, на строительство храма, на бесплатно рассылаемую литературу, на даримые крестики новокрещенным. А что это вдруг о трех десятинах? И заговорили. Да не, я заговорил, Дух Святой. Тавид 1, 6, 8. Кавычки открыты. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с ночатками десятинами произведений земли и ночатками шерсти овец. Я отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Ливийным, служащим Иерусалиме, точка запятой. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме, точка запятой. А третью давал кому следовало, то есть милостыня, как заповедала мне Девора, мать отца моего, то есть бабушка, когда я после отца моего остался сиротою. В Киеве на место гибели первомучника Федора Иоанна была воздвинута десятина церковь во имя Успения Божьей Матери, ставшая центром общерусского сбора церковной десятины, пожалованной церкви святым князем Владимиром Василием в крещении. Деньги, подарки не брать за требы таинства. Это 100 глав, 44, 45, 23 правила говорят, и кавычки открыты. Никто из епископов или пресвятеров, или диаконов, преподавая причистое причастие, да не требует от причащающегося за таковое причащение денег или чего иного. А сегодня свечку подойдешь, купишь, да это тоже что и деньги, свечки тут же перепродают, и я это все видел. Мы в церкви работали уборщиками, этими дворниками. Ибо благодать не продается, и мы за деньги, не за деньги преподаем освящение духа, но не ухищренно должно преподавать оно и достоин всего дара. Если же кто из чистящихся в клире усмотрен будет требующим какого-либо рода воздаяния, то есть за крещение, деньги просят там воздаяния, от того, кому преподает причистое причастие, да будет извержен, как ревнитель Симонова, заблуждения и коварства. Шестой Вселенский собор, 23 правило и апостольское, 29. Мерзость, сребролюбие настолько возобладало водителями церквей, кавычки были открыты, так что некоторые из благоговенных мужей и жен, забыв в Господней заповеди, заблудились, и в священный чин и в монашеское житие вступающих приемлют за злато. И бывает, как глаголят великие Василия, непотребно все, чего начало нечисто, потому что Богу и богатству служить нельзя. Всего ради, если усмотрен будет кто-либо сие творящие, то епископ или игумен, или что кто-либо из священнического чина, или да перестанет, или да будет извержен по второму правилу 2-го Халкидонского святого собора, а игумене да изгонится из монастыря, и да предастся войной монастырь в послушание, равно как и игумен, не имеющий пресвитерского рукоположения. Интересно. Все снимается с него. А о том, что дают родители детям, по подобию вина, и о вещах, приносимых из собственности, с объявлением от приносящего, что посвящается Богу, мы определили, да пребудут по обещанию их, пребудет ли принесший в монастыре, или уйдет, если не будет всему вины в настоятели. Ну тут разбирайся, что написано. Седьмой Вселенский собор, правило 19. Ну и дальше уже говорится о крещении. Это можем оставить мы, если Господь благословит, до следующего дня. Вот. Это все. Для того, чтобы все вот эти правила исполнять, чтобы молитва была услышана. Это все к молитве относится. А то неважно, борода есть, неважно, засегнуты там, неважно, с поясом нет. Все важно. Сегодня об этом говорят, и уже говорят известные учителя, а теперь раскопали, что говорили святые. Все важно. Так это внешне, Бог любит внутреннее. Так это от внутреннего все и есть. Насурмила глаза, пришла, ногти накрашены. Как же она Капранова говорила, у ней там, она преподавала где-то, видимо, в воскресной школе-то. Ну и упрекнули за накрашенные ногти. Она говорит, ну ногти-то не голубым же накрашены. То есть определяет, каким светом можно красить. Ну и что сказать дальше. Все на этом. Сейчас я отключать буду вас, кто слушал. Отключать. И потом сразу включу.